Продолжение следует... Давайте начнём с чего начнём? С зубного порошка. Понравился тот зубной порошок, который мы делали? Для меня главный принцип в порошке, что я подумала... Во-первых, очень классная мята. О, мяты, кстати, нет. Так вот, вкусный, хороший порошок получается с мятой. Самый, наверное, такой. Я делаю такие основные два вида. Это мятный и с можжевельником или с сосной с почкой. Ну, то есть, чтобы он был такой вот... Сосновый, ёлочный. В порошок очень хорошо идёт шамфей зубной. Потому что он устанавливает для горлов очень хорошо, для дёсен хорошо. Крапива тоже самое. Потом крапива. Ну, здесь тоже... Если вы будете собирать сами крапиву, то, понятно, у вас будут только колосные там листочки. Потому что здесь вот в купленной крапиве, видите, попадаются вот эти вот белые длинные... Какие-то, в общем, штуки. Я не знаю, куда они это взяли в крапиве. Ещё... Ну, то есть, старайтесь брать, например... Можно брать ещё землянику. То есть, может быть, малина, земляника, шалфей, крапива... Это ягод? Нет, это листья. Ага. Листья. И, например, мяту. Давайте мы сейчас что-нибудь такое сделаем. И шалфей. Шалфей, шалфей. Потом есть крупный. Ну, вот этот, который... Мелкий-мелкий. Это корень шалфей. Нет, это не корень шалфей. Это его листья. Они просто, знаешь, как собирают? Вместе со степлем. Чтобы было больше объёма. Поэтому... Я слышал, что дворяне раньше в России чистили зубы, корни шалфею. Корни, они вообще... Ну, как сказать... В листьях одно содержание, ты же понимаешь, да? В корне гораздо больше. Содержание всех полезных веществ. Мак, всё закрываем. Перемалываем. А потом добавляем туда глину. Секрет. Секрет. Слава, уже скажу. 3 недели хватает вот этого количества и не выветривается. Ну, это если мяту положить больше. Консистенцию меряйте сами, какую каплю пойдёт. Потому что каждый чувствует траву по словам. Старайтесь, если вы делаете зубной порошок, не кидать туда травы, которые слизеобразующие. То есть какому-нибудь подорожник, математику. Потому что они будут в зубах не очень приятны. Кажется. Ну, давай. Да, такая консистенция. Поэтому вот я для себя поняла, что шалфей, крапива, земляника, можно малина, смородина. Самое сложное, это мелкой фракции. Мелкой фракции добиться становится сложнее. Мелкой, если у тебя одни только листики, то это легко. Просто здесь, видишь, здесь у нас вот тут стебельки. И, в общем, всё, что ещё попадётся. Поэтому вот здесь сложно. То есть это в той траве, которую ты покупаешь. А если ты собираешь сам только листики, то листики, они прям... Ох! Любая кофемолка. Ну, естественно, без кофемолки нельзя делать. Ну, без кофемолки, наверное, да. Да. Я не знаю. Наступка хорошая. А с длинной перемешать не очень хорошо. В общем, кофемолка, наш друг, она это делает быстрее. Так, значит, ещё раз. По зубному порошку. Что мы... То есть вот такой вот... Такого объёма, в принципе, хватает на 3-4 недели. Смотря сколько человек. По одного. Полную воду. Да. Ну, на одного точно хватает. Крапива, земляника, шалфей. И мята, например. То есть у нас получается 4 травы. В разных пропорциях. В разных пропорциях. В разных пропорциях по одной, например, чайной ложке. Абсолютно достаточно. Ну, там сами определите, горки или с горки, как нам больше нравится. И одна ложка глины. Где была глина? Глина вот. И одна ложка глины. То есть 1 к 4. Глина где? В аптеке, да? Да. Тоже либо в аптеке, либо в каких-то магазинах. Только смотрите, чтобы тут было написано, что она... Чего? Косметическая. Ну да, что она косметическая. Потому что разные пропорции с глиной. Но надо, чтобы была косметическая. Чтобы можно было... Да. Косметическая. Это еще пищевария, например. Которые едят, может ли? Ну, это тоже самое. Вот это тоже можно. Ну, там глина, по-моему, на сухове. Там она уже... Есть... Разные есть. Есть глина прям таким куском. А есть вот уже, как бы, с перемолотых порошок. Может быть, так это... По порошку. Нет? Ну, давайте мы вот так насыпем. Ну, все это добавляется в кофемолку и перемалывается. Да. Да, да, да. Ну, та самая-самая мелкая, которая... Все, я очень чувствую. Да, потому что если там остаются какие-то пеньки... В общем, потом не очень. А, и еще старайтесь не брать подорожник и... Матье-мачеху, в общем, любые слизообразующие травы. Потому что они, когда разбухают... Немножим... Хорошо. Для себя едут на удобной щетке. Вот, у нас получился. Открывается. Хорошо. Участникам семинара? Спасибо. Пополни, можно? Пополни, даже так. Ну, уберите. Ну, мы это доделываем и... Кажется, наберете лето. А что еще я хотела такого интересного рассказать, показать? Зачем вам лепестки? Вот. Как раз о лепестках. Зачем они там? Что вы используете для лица в качестве скрама? Скажите мне, вегетарианцы-сыроеды, не пользующиеся... Можно соль, поваренную сметку. Совершенно. Да, можно. Рис. Соду. Соду. Или кофейные жмыты. Да. Это жмыток. Жмыток, если вы его тоже еще раз перемалываете. Потому что если он простый, то он такой крупноватый. Для тела пойдет, а не лица... Там будет такое все. Можно. А можно сделать еще одну вещь, как вы думаете? Мы привлечем внимание, Леной? Ленкина. Обязательно. Обязательно. Угу. Можно даже здесь. Оно ничего не мешает. Можно заглянуть и спросить. Можно мы подложим? Скраб это вот то, что намазывают на лицо. Привыкли. Не получился наш скраб. Слишком крупный перемолк. Короче говоря, очень-очень мелко вот перемалывается роза. Слушайте, давайте, может, его убережим? Давайте возьмем и в той комнате перемолим. Давайте. Хочешь, делаешь? Это наша роза, да? Вот теперь сюда. Даже очень много. Положим. С маслом. Масло может быть и льняное, или горчичное. Ну, какое-нибудь такое, или просто растительное. Оливковое? Давайте, оливковое. А лепестки можно собирать самим? Да, конечно. Неожиданно у нас забрать пальцы. У меня касяка не так, да? В общем, получается вот такая вот консистенция. Просто перемешивайте все. Это просто с маслом? Да. И теперь пробуйте все намазать на лицо. У нас тут камера как раз очень здоровая и красивая. так. Это будет скраб. Надя, расскажи, что лично используют вместо кремов? Ну, ежемерно. Ну, ежемерно. Ну, ежемерно. Я использую, опять-таки, масло. Ну, хорошо скрабить, да. Естественно, покрепить. А что мы сидим? А что мы сидим? Давай. Мы попробуем. Да. Давай, Юрий, давай. Иди. Паш, кряпимся. Слушайте. Слушайте. На лицо? Да-да-да, конечно. И что здесь есть? Ну, как скраб? Здесь. Просто лепестки роз, растение масла. Получается шикарный скраб. Из-за того, что лепестки роз в кофемолке перемалываются очень-очень мелко, физических букв. Скраб получается очень нежный. И все-таки розы вместе с маслом дают потрясающий эффект. И если масло налить чуть-чуть побольше, можно отстоять, и получится вот такой скраб чудесный. Посиди пару минут. Эффект будет позже. А смывается просто легко водой, да? Да. Просто водой. И все. Натя, что это делать? Чего? Я посмотрела это, а сама уже надо... Снимите, снимите его. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Нормально. Можешь можно? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Я уже тоже выгляну. Я уже держусь. Ха-ха-ха-ха-ха. Натя, что лучше спорить для вечеринного ухода за лицо? Какие кремы ты имеешь? Да, что используют вместо крема? Вместо крема можно использовать, например, то же самое масло прополиса. И любое... Добавлять вообще несколько видов масел. Давайте сейчас попробуем сделать. Что делать? Тоже. Я штучки боровозки, пшеницы настаиваю на масле. Да? То же самое. То есть, в принципе, вариантов очень много. Глицерин с лимоном. Глицерин с лимоном. А, вон у нас, кстати, есть лимончик. Лишь, прошу, маш ты пока здесь даже. Дома не намажешь. Ха-ха-ха-ха-ха. Дома пришел я, поэтому я пришел. Ха-ха-ха-ха. Хоть замолодимся, я не знаю. Ха-ха-ха-ха. Уже ж злой смеси какие-то. Да, Надежда? Конечно. А вы китотерапевт? Ха-ха-ха. Мне это просто стала темой интересной, я стала в этом разбираться. Так, у кого руки? О, Оля. Ужасные руки. Вот руки ужасные. Берешь лимон. Белый. Лимон, да. И просто его наносишь на руки, смазываешь и лимоном, и коркой. То есть видишь, как тут все пойдет. Они будут слепые. Снять можно? Снять. Бурака там. Нашу булочную. Масло параполиса тоже в аптеках, да? Да, можно тоже найти. Или же у тех, кто их продает. Без разницы. Масло параполиса. Нашу булочную. Дверь, верьте что попал, вперед. Попал ты его. Снова заряжет его не все. Верьте что попал? Куда-то ушла Полина? А, она ушла смывать, да? Ладно, прошу, Анна, я перенесу. Это же я смысл. Мы тогда делаем перерыв, смываем все, что есть. Не надо, покажи, что мы от не смеемся. Теперь мы делаем, то есть вот у нас получилось из розы и масла, любого масла. Да-да-да, это сейчас мы еще добавим. У нас получился скраб для рук и для лица. Ну, конечно же, для тела это, наверное, не подойдет. Потому что жалко и дискировалось масло. Дальше Полинка спрашивала, чем заменить крем. Крем заменяется, в принципе, любым маслом. И если... Влево. Кстати, про женское масло виноградное. Лучше всего виноградное масло. Именно для кожи, для женской кожи, самое полезное виноградное масло. Оно может быть недорогое. Да-да-да, оно достаточно недорогое. Ну, вообще, виноградные косточки там очень классно выжимка всего. Что, в общем, что вот здесь? Попробовали уже? Да. Да. Это лед? Нет. Хотя выглядит, да, похоже. Это масло прополиса. Второе у вас. Любое другое масло, я добавила горчичное, можно добавить кокосовое. Но кокосовое, чем мне очень нравится при температуре, оно все-таки начинает твердеть. Если вам хочется более густойкой теснятия, то добавить сюда кокосовое масло, я скажу, по поводу масла кокосового или масла кокао. Можно массажный клей и хранить их в холодильнике. Да. И тогда наносить на тело. Это масло прополиса. Масло прополиса, горчичное, цветочный экстракт. Это просто для... Это как питательное? Да, 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 да. Ну увлажняющее оно для большого ощущения. И сюда немножко лимона. Как руки отбелились? Да. Ну, если, ну, просто если чуть подольше подержала, то у нас пахнет. Угу. Очень вкусно. Соль на лицо. Это на лицо, можно и на руки. На штуку наносить. Как хотите. То есть, в общем, принцип очень простой. С травой, масла. Да, вы можете все перемешивать, все пробовать. А что еще хорошо делать с розой? С розой можно делать воду розовую. То есть, берете, да, да, да. Просто вот литрский роз, настаиваете там ночью или две. Ну то есть, именно там сутки. Настаиваете на литр. Да. И потом у вас просто получается экстракт. И я туда капаю масло. Угу. На попу. Потому что зимой у нас такая вода очень-очень жесткая. Угу. Тебе тело совсем неприятно. И поливаю. Добавляю в него спрей. А шампунь? А шампуни с шампунями. Это горчица. Сейчас. Это была наша любимая горчица. Обычный горчичный порошок. А, это мы не доделали, да? Да. Это же потом доделали? Или это уже готовый вариант, да? Доделали? Хорошо. А, в одной? Да. Давай рассадуем. Угу. Ну, давай, другим, сейчас, пикизаток, и нам тоже поднимаем. Посудам ночью. Шампун. Горчичный порошок. Естественно, что нам нужны будут опять поправы, какие-нибудь. Возьмем то же самое, например, зелень. Вообще, неважно, какие поправы, то же самое. Крапива сюда. Вполне. Крапива вообще очень хорошо для волос подходит. И я еще взяла. Сейчас. Можно взять шалфей. Тот же самый. Здесь двадцать на шалфей. Все перемешиваем. И то же самое в блендер или в кофемолку. Ну, лучше в кофемолке. Получается однородная масса. Совершенно замечательно. То есть моем сухой. Какой? Я делаю по-другому. Я на один-два раза, который при ближайшем поможет голову, расправляю водой. И ставлю воду в банку, чтобы у меня был такой жидкий состав. Надолго лучше горчицу не оставлять в воде, потому что она тут начнет. А буквально там на неделю ничего с ней нет. Заполняю банку или, как говорится, сосуд с водой. Это замечательно все у меня стоит. И каждый раз, когда мне нужно помыть голову, у меня уже готово. Ну, чтобы не заливать. То есть горчица распаляется, а трава оседает в это время? Нет, трава не оседает. Они там как-то вместе. Вместе себя чувствуют вполне комфортно. Там же не так много воды. Не то, что у тебя вода отдельно. Получается просто такая жижа. И эту жижу лучше наносить на голову, чем в сухом виде. Как-то все равно нужно это все заливать, наливать. Просыпается. И потом все горчица вокруг. То есть вот это совершенно замечательно. При том, что у меня бьющиеся жесткие, достаточно длинные волосы. То есть их промыть сложно. И все берет. Но, как оказалось, совершенно замечательно. Очень хорошо промывает. А если у вас секущиеся концы, то очень хорошо лимоном, высоким лимоном в конце споласкивать. И после этого уже водой не споласкивать. Только соком лимона. Так. С этим, наверное, все. Что мы еще хотели? Шишечки. А шишечки – это для другого. Это для чая. То есть чай с косметиками, когда заканчиваю. Да? И начинаю с травяными чаями. Да? Это для чего? Продолжение следует...